Сегодня я вам расскажу свою историю выбора породы питомца. Всем привет! Вы на канале Мисс Аня. Меня зовут Аня, и сегодня я вам расскажу свою историю выбора породы питомца. Мне нравятся собаки и коты. Да, кстати, кому из вас нравятся собаки и коты? Кому нравится, ставьте лайк. Кому понравятся собаки, пишите в комментариях. Я чну свой рассказ с того, что я давно хотела завести себе питомца и постоянно просила родителей взять котика или собачку. И я начала их уговаривать. Родители сомневались, так как имели уже опыт. Еще до моего рождения у них была собака по кличке Топик. Мальчик породы пикинез. Родители говорили мне, что это большая ответственность и требует не только материальных затрат, но и много времени по уходу за ним. А еще кроме положительных эмоций, которые дарит животное, очень много проблем. Так, на примере с нашей бывшей собакой, это много шерсти, пахнет псиной, постоянно нужно выгуливать. А если вы гуливаете в дождь или в сырую погоду, то мыть обязательно лапы или всего целиком. Может гавкать и выть, грызть обувь и другие предметы, и даже укусить. Да, было и такое. Когда моя старшая сестра была еще маленькой, ее несколько раз он укусил за руку. Поэтому идея собакой сразу была отметена в сторону. Остался один вариант. Это котенок. Я начала изучать информацию в интернете про котов. Какую породу лучше выбрать? Какая порода более агрессивная, а какая дикая? Какая добрая и ласковая? Мальчика или девочку? Какой уход за ними нужен? Каких размеров они вообще достигают взрослыми? Варианты были разные. Я остановилась на породе шотландской веслоухой. Почему? Сейчас расскажу. Шотландская веслоухая или еще ее называют котиш-фолт. Порода домашних кошек. Зактута вперед и вниз ушами. Внешне ее голова похожа на сову. Кошки среднего размера. Вес котов достигает 4-6 килограммов, а кошек 3 или 4 килограммов. Общие черты туловища, головы и мордочки округлые. Глаза крупные и круглые, широко расставленные. Придают милое выражение, но с коротким, с плавным изгибом. Ноги от средних до коротких. Могут быть с короткошорстами или витриной шорстами. Могут иметь любой окрас. Да, кстати, цвет глаз под цвет окраса шерсти. По характеру они добродушные, спокойные и хорошо уживаются с другими животными, с которыми совместно содержатся. Сильно привязываются к человеку, который за ними ухаживает. Очень игривые, любопытные, чистоплотные. Обладают хорошим интеллектом. Хорошо переносит уличный выгул. Очень плохо переносит длительное одиночество, которое может их привести к депрессии. Эта порода кошки известна умением спать на спине. У них мягкий голос, сложный репертуар у мяукащих и мурчащих звуков, а также известные умением сидеть на задних лапках, согнувшись в области живота. Поза Будды. Еще называют позу суриката. Средняя продолжительность жизни у них 15 лет. Из неприятного. Они подвержены заболеваниям почек, суставов, а также от них много шерсти. Еще они царапают мебель и обои, хотя у каждого по-разному. Но такому милому существу это можно и простить. Не правда ли? Так таков. С породой кошки я определилась. Но как же родители? После недолгих уговоров родители на радость не согласились взять котенка. Мы решили, что это будет только девочка, как она более ласковая и нежная. И мы начали поиск. Но это уже другая история. Что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях под этим видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Мисс Аня. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом все. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok